А вечерний зефир у нас сегодня музыкальный, я знакомлю вас с нашими гостями. Это Эдгар Куцар, автор-исполнитель, и Марина Силашкина, педагог по вокалу, вокалистка. Здравствуйте! Здравствуйте! Эдгар, знаю, что ваш путь к музыке был нестандартный. Расскажите, как вы к ней пришли? Всё благодаря очень моему хорошему другу. Это Дима Кузнецов, Диао. Но если бы не он, у меня бы в музыке не было. То есть благодаря нему я достиг своих, так скажем, как лейбл, говорит, высот. А как всё произошло? А насколько я знаю, что вы к музыке вообще не имели никакого отношения до определённой поры? Даже ни образования у вас музыкального нет, ничего? Я ему написал, я просто добавил его в друзья, я ему написал, можно с тобой песню записать? Он говорит, а ты вроде же как бы не исполняешь вообще ничего. Я говорю, ну да, просто я хочу себя попробовать в музыке. Вот. То есть я пришёл на студию, записал. Это было сложно, сразу говорю. То есть у меня же образования нет, так как такового. Вот. И потихонечку записали. Потом песня как вышла. Увидела администрации Говарда, Ключ Медиа и Прогород. Вот. Вот. Прослушиваний, когда мы набрали, вот на утро, я когда уже проснулся, там было 46 тысяч. Я как? Вот. Ну, вложена была вся душа в эту песню. Вся душа. То есть прям я не думал, что такой результат будет. А что за песня? Расскажите поподробнее. Пустоту писал Дима. Весь текст он писал. Вот. Как бы я ему сказал, что я хочу именно вот этот текст взять, который будет мной, как второго героя. А по тексту всё Дима писал. Вот. Что ещё могу добавить? Как бы он сказал, когда мы писали вот этот текст, что я сам всё сделаю, главное не спешить. Вот. И мы её, наверное, сколько собирали, эту песню? На протяжении, наверное, трёх месяцев. Вот. Что по тексту я ничего не могу сказать. Я не автор этого текста. Он всё писал. Вот. Я просто как второй герой в этой песне всё. Как бы она лирическая, рассказывает, что когда-то у человека была любовь, и её не стало. Вот. Насколько я знаю, что вы работаете машинистом. Совершенно. И вы о музыке как раз-таки не помышляли, работали себе, работали машинистом, и потом вот такое вот приключилось. Да, совмещать очень сложно, если честно. А как удаётся совместить? Вот сколько времени в вашей жизни занимает музыка? Сколько отводится на репетиции? Так. Я сольную песню записал через полгода. Вот. Мы работали с Мариной, потому что надо было подумать, какой будет именно вокал, какие будут бэки. То есть, как правильно всё сделать. Вот. Если бы не благодаря вот Марине Силашкиной, мы бы эту песню не записали. Вот. Потому что сначала мне ничего вообще не нравилось. Я поменял звукорежиссёра. То есть, кто вот песню сводил. То есть, я просто всех поменял, потому что... Ну, не то было. Просто не то. Вот. Что ещё? По тексту. Меня также его Дима Кузнецов писал. Я тексты не пишу. Пока я не пишу. У меня, так скажем, как это сказать лучше. Но нет пока вдохновения на вот это как раз. Вот всё Дима занимается этим. Я пока не могу писать, к сожалению. Ну, это будет. Марина, расскажите, как вы познакомились с Эдгаром и над чем вы работаете? Познакомились мы с Эдгаром через, опять же, нашего общего знакомого, который непосредственно записывал первую композицию, «Пустоту». Потому что я являлась педагогом конкретно при данной звукозаписывающей студии. Им потребовалась вокалистка сразу же на следующий трек. Этот трек «Время». Это, получается, работа, в которой принимали участие непосредственно Дмитрий Кузнецов, Эдгар. И я там была как бэк-вокалистка и непосредственно пела припев. Вот. И впоследствии, то есть завязалось сотрудничество. Впоследствии мне захотелось помочь Эдгар подтянуть его вокальные навыки. И таким образом мы пришли к тому, что записали вот эту сольную композицию, где я непосредственно стала бэк-вокалисткой. То есть это ваш совместный проект. Но у вас же есть ещё и сольные проекты? Есть сольный проект, потихонечку он двигается. Но пока в моей жизни преобладает больше преподавательская деятельность. А вот расскажите всё-таки о вашем сольном проекте. Какие жанры, какие направления вам близки? Конечно же, наша любимая поп-музыка мне близка. Хотя именно вот моя сольная песня – это такая вот, получается, акустическая камерная композиция, посвящённая творческим людям, которые, возможно, находятся в состоянии творческого кризиса. Появляется вот тот самый свет, на который мы идём и выходим из творческой депрессии. Либо это человеческая депрессия. Каждый из нас, я думаю, хоть раз в жизни испытывал такое состояние в жизни, что какой-то тупик просто наступает в творчестве, либо в отношениях с близкими, либо это карьера. И хочется сказать, что выход всегда есть. Просто, может быть, нужно переждать это время. Или, наоборот, активно искать решение. У каждого свои пути в решении своих проблем. Мы с Эдгаром разговаривали перед эфиром, и он сказал, что Марина – это русская Телор Свифт. По моему мнению, да, кого я во Владимире не слушал, лично мне понравилась только она. Я когда её услышал, я просто, я, наверное, стоял минут 10, понимал, как. У меня просто, наверное, я, вообще, я первый раз такой голос слышал. По крайней мере, в городе у нас точно. То есть я её вторая Телор Свифт называю. Это моё мнение, извиняюсь. А вот с каким исполнителем вы могли бы сравнить Эдгара? Сложный вопрос. Дело в том, что я такого мнения придерживаюсь. Также в работе с учениками я такого придерживаюсь. То есть каждый исполнитель, он ведь уникален. Нет прямо вот двух одинаково похожих, как и нет двух одинаково похожих учеников. С кем бы я сравнила? Может быть, Джан Халиф или, вот, может быть, знаете, есть группа современная Артика Асти, конкретно Артик, допустим. То есть, допустим, там же всегда на бэк-вокале или на припеве девушка Артик отвечает за ритмическую сторону песни и читает, получается, либо рэп, либо чуть-чуть пропевает. Эдгар, а вот вам, вот вы сейчас услышали мнение Марина, а вот вам, например, чье творчество близко из исполнителей? Кто вас вдохновляет? Хоуми. Я с ним очень хорошо общался. Сейчас у него, когда родился ребенок, он из творчества, пока пауза. Творческая пауза, как он сказал. Вот это Хоуми и Джанага мне нравится. Очень нравится. Я знаю, что вы познакомились с множеством известных людей. Вот с кем вы познакомились, с кем общаетесь? Раньше очень хорошо общался с Ваней Бзискевич, это группа Добро, с Мишей. Ну, сейчас как у них концерты, концерты, концерты. То есть, редко списываемся. Вот. По стигмату еще с солистом, это Артем Лацких, тоже общались. То есть, у них сейчас тоже тур начался, тоже пока пауза по общению. Остальные все, лейбл, с ними общаюсь в основном. Вот. Тоже известные, но не так, как группа Добро и стигмата. Вот. Ну, стигмата, конечно, в своей среде этого рок. То есть, рок сложно продвигать, если честно. А вот более поп, исполнение вот такой рэпа, его полегче. А над чем сегодня работаете и в дальнейшем планируете все-таки совместные проекты или заняться сольными творчеством? Мнение лейбла, они сказали сольные больше, фит-офф, пауза. Ну, сейчас, 15 сентября выйдет фит с Джиос. Это очень такой известный исполнитель. Вот. У него миллион прослушиваний на Яндекс.Музыка. Также ВКонтакте очень много прослушиваний. Вот. Принял в песне участие Дима Кузнецов. То есть, это трио. Вот. Которое выйдет 15 сентября. У нас есть звонок у телезрителя. Давайте ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Вы в эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот вы сказали, что творческая пауза. И как надолго вот это будет? Это доочнее планируется сделать? Или продолжать что-то нужно? Дима Кузнецов. Наш телезритель, наверное, не расслышал. И речь шла об общении с известными людьми. Ну да. Что вот с некоторыми из них сейчас пока пауза. Потому что у кого-то тур, у кого-то другие какие-то моменты. Ну да, пока пауза. А в творчестве паузы нет? Нет, нет. Сейчас будут сольные песни писаться. Потому что меня еще на выступление позвали. В город Маршанск. Администрация города. Там будет день города. И я должен буду выступить. То есть мы уже обговариваем, какие песни я буду петь, с кем я буду их петь. И как я буду их петь. То есть по звучанию. Потому что я сказал, настройте мне такой звук, настройте мне такой звук. Потому что я хочу выйти, чтобы все было идеально. У каждого свой подход к звуку. У меня именно свой звук будет. Ваши песни услышали. Ваша песня заинтересовала, понравилась. А на сцену? Вас сейчас приглашают уже на концертах выступать. Каково выходить на сцену? Насколько это волнительно? Насколько это переживательно? И перед какой аудиторией вы выступали? Это был Санкт-Петербург, мое первое выступление на Невском. Был заполнен первый этаж. Второй. Когда я вышел на сцену, да, волнения были. То есть у меня в руках просто дрожал микрофон. Ну, если бы не друг, его поддержка, я бы... Вообще было бы все плохо. Ну, все, мы отыграли первый и второй этаж, аплодисменты были. То есть я все это выложил в свои соцсети. То есть мои ребята тоже меня поддержали. То есть первое выступление, как бы, молодец. Вот. Второе выступление это будет, получается, уже на день города Маршанск. Как вам кажется, вам будет менее волнительно второе выступление? Или вот каждый раз это будет вызывать такие вот эмоции неповторенные? Ну, я думаю, уже нет, но людей будет очень много. Как бы уже весь город практически. Вот. Думаю, будет... Ну, будут волнения. Да. Я думаю, да. Марин, вот музыка появилась в жизни Эдгара так достаточно спонтанно. Вот что бы вы посоветовали людям, которые, может быть, хотят начать петь, но волнуются, боятся, переживают? И, может быть, кому-то и сказали в детстве, что медведь на ухо наступил. С чего начать? Ну, наверное... И все ли могут вообще научиться петь? Ну, хочу сказать конкретно от себя. Тот человек, который умеет разговаривать, он априори, скорее всего, научится петь. И бояться тут не нужно. То есть, честно говоря, мне в садике музыкальный руководитель сказал, что мне не стоит петь. То есть я много встречалась с разными людьми, которые были либо педагогами, либо судьями. И я много критики слышала в свой адрес. Я не скажу, что я всегда пела и во все ноты попадала. И я прошла такой путь, и я думаю, что и люди способны пройти такой путь. Если человек сегодня не попадает в ноты, он попадет завтра. Если он не попадет завтра, он попадет через месяц. Также со временем можно наработать всякие вокальные приемы, выровнять звук, где-то свою манеру такую собственную создать, открыть собственную музыкальность. Не нужно ничего бояться. И у меня получилось, у людей получится, я так считаю. И я думаю, что Эдгар со мной на этот счет согласится. То есть невыполнимых задач не существует, существуют только собственные блоки. Допустим, однажды, получается, со мной посоветовалась моя хорошая знакомая и говорит, у меня дочка хочет начать заниматься вокалом. Но она очень боится прийти просто даже на пробное и спеть. Я говорю, она не боится записывать видео, она не боится записывать голосовые сообщения в соцсетях. Она говорит, да нет. Говорю, вот точно так же. Можно начать себя постепенно записывать, постепенно записывать голосовые сообщения с своим вокалом, привыкнуть к своему голосу. И тогда будет намного проще побороть волнение и прийти, спеть, педагог быть. Педагог, он не родился с идеальным голосом. Он прошел, скорее всего, путь, и, скорее всего, этот путь был достаточно непрост, тернист. То есть педагоги — это такие же бывшие любители-вокалисты. То есть в этом плане мы даже, может быть, даже больше критики услышали, чем наши ученики. Вот, так что просто не бояться пойти и понять, что мы такие же люди, мы там не боги. Вот, и пение, то есть даже если человек пришел и в ноты не попадает, адекватный педагог по вокалу никогда, скорее всего, об этом не скажет. Он просто начнет сразу решать проблемы с учеником. То есть бояться тут нечего. Эдгар, а вот над чем бы вам хотелось поработать в музыкальном плане? Ну, если честно, мне хочется поменять чуть-чуть формат. Более, так скажем, тяжеленький. То есть к року ближе. Это будет. Вот. Мы, наверное, обсудим это с Димой, и мы сделаем рок. Я хочу какой-нибудь рок такой, не прям тяжелый, нет, ну, рок. Ну, и, наверное, что-то поменять, так скажем, в музыке хочется. Наверное, со своего формата я, наверное, уйду в рок. Но это пока в планах, то есть это еще не точно. А вот насколько вы к себе критичны? Вот как происходит этот процесс, скажем, от задумки до воплощения? Насколько часто что-то меняется, вносятся какие-то коррективы? Или же вот бывает такое, захотели написать хит, написали хит, а уже вот лучше первоначального варианта ничего не бывает? Очень таких моментов много. Мы когда с Лавкачом, это мой очень хороший знакомый, он с Казахстана, песню делали молодым, ох, там было столько изменений, ужас. Мы, то есть, меняем текст, меняем, нет, оставляем, меняем. То есть, таких моментов очень много. Что еще могу сказать, мне очень нравится с Лавкачом работать, то есть мы будем тоже делать такой же формат, который он. То есть я свой формат буду тоже менять, то есть формат будет меняться очень часто. Из-за этого я хочу поэкспериментировать. А вот не страшно менять формат, ведь вот вы сейчас выпустили трек, трек заинтересовал вот именно в такой манере, в которой вы его исполняли. А вдруг, например, вы выпустите следующий трек уже в другом формате, и вот ваша именно аудитория, которая у вас уже есть, он не зайдет? Ну, если не зайдет, выйдет другой, мое мнение таково. Придут другие люди. Ну, как бы я аудитории не буду разбрасываться, вот. То есть я их уважаю, как они меня. Ну, если не понравится, я их выслушаю, то есть в комментарии, там куда кто напишет, и скажу, что вы именно хотите. Я и сделаю. То есть для них и для себя буду делать. Вот, если уж им что-то не понравится. Вот. Насколько сложно продвигаться сегодня в музыкальной сфере, сделать так, чтобы тебе действительно узнали, заявить о себе в шоу-бизнесе? А с какими моментами вам пришлось столкнуться? Сначала меня продвигал лейбл. Вот. Они меня сначала продвигали по радиостанциям, по СМИ, то есть и все остальное. Вот. В плане сначала было, да, тяжело. Потом я просто со всеми директорами перезнакомился, и просто понял, что лейбл мне не нужен. Зачем он мне нужен? То есть я уже всех знаю. Я просто пишу, мне то-то, то-то сделайте, и все. То есть лейбл, я, вот, что я посоветовал бы начинающим музыкантам, все хотят на лейбл. То есть это тот же самый союз и так далее лейблы. Я просто, кроме союза, для меня самый хороший лейбл – это союз. Вот. Ну, я не советую связываться с лейблом. Это мое мнение. Потому что я не буду лучше отвечать на этот вопрос. Не надо. Лучше самому по себе. А вот я знаю, что вы познакомились с Барри Альбасовым. Расскажите об этой встрече, как она прошла. Зачем вы знакомились с Барри Альбасовым? С какой целью? Чисто случайно это вышло. Вот. Мы были вот с Мариной, гуляли после. Она в институте учится в Москве. Вот. Мы были вот как раз в Александровском саду. Вот. Увидели его. Я думаю, просто подойти сфотографироваться. Вот. Он говорит, это платно, Барри Альбасовым. Я говорю, хорошо, без проблем. Сколько стоит фото с Барри Альбасовым? Расскажите нашим телезрителям. Он просто, как я понял, сказал за деньги, а потом говорит, нет, я не буду денег брать. Это шутка. Вот. Потом я подписался на его инстаграм. Вот. И написал спасибо за фото, что не отказали. То есть нашли время. Ну, как бы бывает, кто-то, когда у кого-то настроение, как бы, вот, кто-то захочет, кто-то нет. Вот просто я тогда захотел сфоткаться. Я не помню, как этого уже исполнителя. Это очень давно было. Мне просто махнули рукой. То есть было даже обидно, если честно. Вот. Барри в инстаграме мне ответил на четвертый день. То есть, как ТН звезды писали, он мне сказал, если будут деньги, приходи. То есть без денег шоу-бизнесе очень сложно. Без денег можно только сфотографироваться. Видимо, да. А какие планы вот у вас на ближайшее будущее? Все-таки я буду делать сольные работы. Это мне все советуют. И радиостанции тот же, рекорд, авторадио. Вот как раз у меня песня вот новая. Она играла на авторадио. Вот. Мне все директора станции говорят, хватит фиты, делай сольники. Вот сейчас последний фит, который выйдет 15 сентября, сделаю. И потом буду работать, наверное, 2-3 сольника сделаю. Потом, наверное, возьму паузу. Хочу отдохнуть, если честно. А где вас можно услышать? Официальная группа ВКонтакте. Она у меня верифицирована под синей галочкой. Также YouTube-канал, Дзен, Одноклассники. Одноклассники тоже верифицировал. Сейчас лейбл будет заниматься Telegram-каналом. Там все просто, все мое творчество. То есть в Telegram. Также в Одноклассниках. То есть они хотят сейчас верифицировать вот эти 3 соцсети, которые ВКонтакте, Telegram. И получается YouTube. Да, нотка исполнителя. И все. В основном у меня везде уже галочки есть. Они очень помогают. Все говорят, что нет, они не помогают. В рекомендациях помогают очень хорошо. Вот сейчас я на Одноклассниках. У меня там вообще с активом все было плохо. Я получил молнию. Это тот же самый Огонь Прометея ВКонтакте, который уже не стало. Меня Одноклассники сами уже продвигают. Насколько я знаю, что и радиокомпании вам также звонят и предлагают взять ваши песни в эфир. В основном пишут. Я просто номера телефонов из-за того, что давай сделаем фит, убрал. И да и мне сейчас тоже знакомая, блогер. Она деятельностью такой занимается. То есть вообще не музыка. Она вышивает. То есть у нее там свой YouTube-канал. То есть у нее аудитория вообще большая, очень большая. Она меня тоже сейчас рекламирует, так скажем. Мы очень хорошо с ней сдружились, хотя ей 56 лет. Марина, вы планируете заниматься сольным творчеством или все-таки вам ближе сейчас вот именно быть педагогом по вокалу? Планирую. Вот уже буквально в проекте новая сольная песня. Но я в этом плане очень скрупулезный человек. Тщательно отбираю, несколько раз переслушиваю материал. По крайней мере уже известно, какая это будет музыка, фонограмма для песни конкретно. Сейчас потихоньку пишу текст, и возможно скоро мы ее услышим. Буквально вот месяц-другой. Когда я буду готова, выпущу ее на площадке. А пока в качестве бэк-локалистки к Ангару. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в гости и поделились с нашими телезрителями своим творчеством.